Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня у нас новый урок. Поехали! Сегодня я предлагаю сделать с вами очень весенний, очень яркий и очень интересный дизайн ногтей с очень сложным фоном, на котором мы сделаем довольно простые цветочки, но за счет сложности нашего фона эти цветы заиграют по-особенному и будут просто замечательно смотреться на руках наших клиентов. Ну и несмотря на кажущуюся сложность нашего фона, делается он довольно легко. Итак, у нас покрыты в один цвет ноготочки. Мы берем кисточку гребешок, кисточку омбре, да, той кисточкой, которую вы омбре делаете. Именно эта кисточка состоит из миллиона маленьких тоненьких волосинок на кончике и маленьким количеством материала, набранным на эту кисточку, мы делаем вот такие вот разводы. То есть у нас несколько цветов гель-лаков, которые мы подобрали так, чтобы они смотрелись ярко и контрастно. У нас яркий контрастный фон и у нас множество маленьких тоненьких линий, которые получаются одним движением кисточки. Причем кисточкой мы машем совершенно в разных направлениях, в которых нам нравится. У нас все эти линии между друг другом пересекаются, перечеркиваются. И именно это создает сложность нашему фону. Единственный момент, девочки, каждый цвет мы подсушиваем отдельно. То есть каждый следующий цвет мы наслаиваем на просушенный предыдущий. Если мы просушивать не будем, то у нас в мокром виде цвета перемешаются и у нас получится не много маленьких тоненьких полосочек, а какая-то каша. А теперь на готовый наш сложный фон мы можем рисовать все, что нашей душеньке угодно. В данном случае лично моей душеньке угодно рисовать ромашки. Ромашки это вообще один из самых простейших цветков. В данном случае ромашки я рисую одной из самых простейших техникой росписи. Это мазковая техника. То есть каждый лепесток ромашки у меня опять же получается буквально за одно движение кисточки. Поэтому время выполнения данного дизайна занимает буквально 10 минут на двух руках. Но тем не менее дизайн смотрится очень красиво и очень сложно. Данный мастер-класс я решила снимать на приближении на камере, чтобы было лучше видно. Но я поняла, что это все-таки лучше так не делать, потому что я выпадаю из кадра. Поэтому, девочки, то, что я где-то выпадаю из кадра, ну простите. Здесь я снимала сама себя и смотреть затем в кадре я или не в кадре, к сожалению, безумно неудобно. Поэтому все-таки буду снимать с расстояния, а потом приближать. И поэтому жалуйтесь, продолжайте мне на качество моего видео. Ну и огромнейшее спасибо всем моим зрителям, которые никогда ни на что не жалуются. Девочки, спасибо вам большое за то, что вы цените мой труд. Мне всегда безумно приятно. Я радуюсь каждому вашему комментарию. Я безумно рада каждому вашему репосту, который вы делаете в своей соцсети. Я прям прыгаю до потолка, когда я вижу у себя в ленте перепосты моих уроков. Девчонки, спасибо вам огромное. Вы мне очень помогаете. Вы помогаете развивать мой канал. И я вам безумно благодарна. Ну а мы тем временем нарисовали нашу ромашку. Девочки, рассказывать в ромашке совершенно нечего, потому что ромашка рисуется сама. Да? Взяли кисточку, положили кисточку, получили ромашку. Все. Здесь ничего совершенно сложного. Единственное, что самое сложное в ромашке, это ее серединка, в которую я добавила светотени. Вот создание вот этих светотеней, это самое сложное, что есть в этом дизайне. Больше ничего сложного здесь совершенно нет. И даже если вы совсем не умеете рисовать, то такую ромашку у вас абсолютно не возникнет никаких проблем сделать, потому что она делается сама собой. Главное не бояться. Главное сесть, попробовать и нарисовать. Уважаемые начинающие мастера, я еще раз обращаюсь к вам. Я практически в каждом ролике к вам обращаюсь и говорю, что девочки, не бойтесь. Не бойтесь создавать дизайны. Дизайны ногтей, это круто. Это очень облегчает вашу работу. И это становится вашей визитной карточкой. И это становится вашим плюсом в нашей конкурентной среде. Да, то есть мастера, которые умеют рисовать, они уже выделяются на фоне всех остальных. Поэтому, девчонки, берите, учитесь. И я буду рада, если я вам в этом помогу. Ну, а в данном случае, закончить свой вариант с ромашкой, я предлагаю все-таки при использовании вот таких вот рамочек. Рамочки на ногтях всегда заканчивают какой бы то ни было дизайн. Тем более, нам нужно слегка припрятать вот эти вот толстые части, которые у нас получились при использовании кисточки гребешка на фоне. Да, то есть, где-то не совсем аккуратно у нас сработала кисть. И вот эти места лучше все-таки куда-то спрятать. Вот в качестве вот этого вот спрятывательного момента, да, мы используем рамочку. Мы под нее прячемся наши косяки и работа получается по ощущениям чистой, аккуратной и красивой. Продолжение следует... Ну и дополнить наш вот такой вот спрятывательный момент. Вот яркий цветочный принт я предлагаю в данном случае френчикам. То есть, даже несмотря на то, что пальчики будут довольно яркие, со спокойным френчем они будут очень хорошо смотреться. Девочки, список используемых цветов я вам обязательно оставлю в комментариях. Зайдите туда, посмотрите. Вот этот вот розовый цвет для френча, он мне безумно понравился, потому что у кутикулы он ложится в полупрозрачный такой легкий оттеночек и при этом хорошо перекрывает именно отросшую часть ноготочка. То есть, вы сможете сделать так, чтобы у вас не появлялась линия у кутикулы при отрастании. Номерочек я вам оставлю в описании. Ну а саму линию улыбочки я рисую своим самым любимым белым гель-лаком Blue Sky LV003. Это тот же гель-лак, которым я рисую тонкие линии, это тот же гель-лак, который я использую как основу для растекания, как базу для растекашек. Вот, и этот же гель-лак у нас вполне подойдет для рисования линии улыбочки. Причем ложится он просто замечательно, единственное, поскольку он довольно густенький, слегка нужно заморочиться по поводу того, чтобы его кисточкой разровнять. Но опять же, это занимает совершенно немного времени, совершенно немного трудов. Если где-то не доравняется, оно обязательно доравняется при помощи финиша. Ну а цвет у Френчика получается очень красивый и очень интересный. Френчика получается очень красивый и очень красивый и очень красивый и очень красивый. Френчика получается очень красивый и очень красивый и очень красивый и очень красивый. Вот, собственно говоря, и все, наш дизайн ногтей готов. Девчонки, надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Ну а я жду всех в новых уроках, всем до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok